Ну что, давайте знакомиться. Это у нас Оскар. Сейчас ему примерно полтора года. В приюте он с двух месяцев. Представляете, как давно он здесь живет? Пса сбила машина. Сейчас он чувствует себя хорошо, и его уже пытались забрать новые хозяева, но, к сожалению, вернули. Вот, видимо, не сошлись характерами. Но будем надеяться, что новый владелец Оскара его полюбит, и они найдут общий язык. Найти человека общий язык с собакой не всегда легко. Чего и говорить, сами люди друг друга зачастую не понимают. А тут животное, да еще и с приюта. Вот, например, Оскар, вероятнее всего, рожденный на улице от бродяг родителей. Попал под машину, к счастью, выжил, покалеченный оказался в ласке. Когда он тут только поступил, мы стали с ним учить команду. Он прекрасно команду голос выполнял, прям очень любил эту команду. Крутился. А потом его забрали, где-то через полгода, наверное, вернули. И вот сейчас мы пытаемся снова с ним по всей командой повторять, изучать. Оскар очень быстро привык к людям и к своему первому настоящему хозяину тогда сильно привязался. Но хозяин к этой собачьей преданности оказался не готов. Такое бывает, и в приюте это понимают, а потому настоятельно рекомендуют возвращать животных обратно в ласку, если взаимной любви не получилось или просто у человека закончилось терпение. К любому животу можно найти контакт. Другое дело – время и силы. Сколько вы время потратите. Самая маленькая собака может быть опасной, если она не воспитана. У маленьких собак тоже есть зубы. Пока наш герой прогуливался с волонтером, мы решили заглянуть на кухню ласки. Ведь в приют по традиции мы приехали не с пустыми руками. Привезли несколько упаковок гиркулеса. В большом котле на 160 литров готовился ужин – гречка с мясом и сосисками. К слову, только крупы здесь три ведра, а средних порций хватит, чтобы накормить примерно 300 собак. Напомним, в ласке их 600. Давайте расскажем, какую крупу предпочитают животные приюта. Я знаю, что не вся подходит. Гречка, им гиркулес, гречка, яйчка, пшено, рис. А что нежелательно? Перловка, я очень долго варить, она, если не проварена, она не усваивается у собак. И горох, он вообще никак не усваивается. Раз уж мы заговорили о питании животных, вот несколько советов. Ведь кормить собак нужно грамотно, а не ставить миску, когда и с чем вам захочется. Пища со стола этим животным не подходит. Многие продукты могут нанести серьезный вред здоровью. Во-первых, если вы кормите со стола, то вы даете свою пищу, которая слишком соленая для собаки, потому что вы солите ее для себя. Она может содержать специи, она может содержать какие-то добавки. То, что вы добавляете себе, и что совершенно не является полезным для собаки. Например, смотрите, собака хищник, то есть основа ее рациона составляет мясо. Не просто, причем, как у нас любят, я кормлю собаку мясом, я и покупаю на базаре кости, а то и просто это куриные головы, например, или ноги, и типа, да, у меня собака ест мясо. Это не мясо. Мясо – это мускульное мясо. Это то, что мы с вами, товарищи, едим и любим. Собака его также должна получать. Помимо этого, она должна получать субпродукты. Это печень, это сердце, это почки, это желудок, естественно. В этом вопросе ориентироваться нужно на возраст. Например, щенка, который только-только начал есть самостоятельно, необходимо кормить пять раз в день. А вот собаке старше восьми месяцев достаточно и двух раз. Необходимо следить и за количеством корма. В приюте вам дадут специальную памятку. Эту собаку зовут Берта. Она не обитатель приюта, она домашняя. Вот, можно сказать, дегустирует то, что будут кушать сегодня собаки. Берта как? Нормально? Съедобно? Вот так, все понятно. Значит, кушать можно. У Оскара с аппетитом порядок. Поверьте, коллективный ужин вам не покажем. Честно, не дождались. Но этот пес, по мнению волонтеров Ласки, один из главных претендентов на дом и хозяина. Если меркнет свет в окошке, на душе скрипутся кошки, То сумеет вам помочь, то прогонит кошек прочь. Это знает всякий, это не слова, Это не собаки, нету существа, Это не собаки, ласкови собаки, Мы сильней собаки, нету существа. Это не собаки, нету существа.